Привет, друг, с тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере Смотр Рэйдж, всё как всегда. И сегодня, как вы поняли, вот по карану будем покупать гетер. Вот я только что поехал, чекнул, фатэ он или не фатэ. Так что присаживайся поудобнее, готов что-то покушать, и мы начинаем. Короче, пацаны, есть такой гетер, фатэ, что в номере MMR44477. Спидсерия, получается, как бы московская, полублат. С гетером выходит где-то за... Рискуем сейчас по полной, потому что есть вероятность того, что гетер могут, как бы, это, убрать и поменять на стандартную модельку, а потом придётся мне ещё низмобвес покупать. Так что это может быть вообще очень глубоко и встревалово. А гетер за 9 лямов, это пи***ц. Ой, 9,2 вышел. Ладно, давай. Пи***ц, и зачем я его купил? Короче, пацаны, гетер у меня уже есть. Офигеть, просто говна скупил. А у меня есть номер на вот этой копейке. АА00977. И давайте мы его сразу перевесим на GTR. Вот MMR, копейка А009. 500 тысяч просто. Бам или не бам? Ладно, бам. Всё, теперь у меня GTR А009. И сейчас я вам расскажу всю проблему и суету, что может здесь вообще произойти. А, подожди, копейка. Копейка, это которая моя на тюнинге, да? Ай, ты посмотри, какая. Ай-яй-яй. Сколько ещё номеров уже было. Короче, GTR 009. Всё, что мне в этом GTR не нравится, это... Салон, это... Ну, короче, сейчас мы будем его делать. Салон красный. Сутенёрский? Да. А, ну... Типа, как бы, NISMO. Ну... А чё, кстати, салон такой тупой? Чё у него... Щиток, я не знаю. Тонированный экран-то... Тонированный. Второе, что мне нравится именно, это в GTR. У меня уже, кстати, второй GTR. Первый я покупал за 7,5 и слил его за 7,5. А вот сейчас, почему я его купил? Потому что на нём установлен идеальный просто, как бы, обвес NISMO. То есть, спецсерия, спецверсия GTR, если кто не знал, где он облегчён, там, карбон очень дофига, там, тормоза, лучший двигатель, чисто прошивка и подняли мощность. Короче, NISMO GTR такой в жизни, если обычный GTR можно с 17-го года тысяч за 80-100 взять, то такой будет стоить 180. Вообще нерационально, да. В игре, да, поменяли модельку на NISMO. Он смотрится охуенно, просто охуенно. Ещё в этом цвете его фирменном, просто охрененный. Но, я же говорил, что может быть что-то не то. А может быть не то, что эту модельку, как мне говорили, могут заменить на обычный GTR и добавить тюнинг на него NISMO. То есть, если у меня был NISMO GTR, у меня могут его, как бы, забрать, дать мне обычный GTR, а потом мне придётся ещё купить на него NISMO. Вот такие вот дела. На нём, как вы видели, уже АА-009. Видите, кстати, спереди номерного знака нет. Это тоже бред, типа, вот тут. Вот, есть только сзади. Цвет офигенный, винилов нету, нет. Материала классический. Здесь, наверное, какой-то материал есть, да? Перламутр в краску, да. Здесь что-то есть. Я хочу всё-таки сделать. А серый? Нет. Я хочу сделать белый. Потому что NISMO GTR для меня только существует в белом цвете. Кто-то любит чёрный. Да, здесь перламутр синий в краску. Кто-то любит синий, кто-то любит красный GTR. Я люблю белый. Вот в МТА у меня куча раз МТА был белый. И здесь хочу. Салон красный. Ну, блин, менять на белый. А, здесь я понял, в чём прикол. Это максимально тупо было с стороны разработчиков делать вот эти полоски с цветом салона. Я, конечно, понимаю, что эти полоски, чтобы они красились, можно привязать до салона, там, либо до цвета кузова. Кстати, необычно, что эти полоски можно красить. Но я бы лучше их сделал статичными, как бы, как и в жизни в NISMO GTR, что они только красные. Ну, можно вот так сделать. Либо белые, либо фиолетовые, кстати, неплохо смотрятся. А кислотные. Ну, это бред. Конечно, кастомизация. Ну, ладно, тонировка у нас есть. Пофиг, 90 тысяч тратим. И он просто теперь шикарен. Просто шикарен. Колёсные диски и подвеска. Я не знаю, когда это серия. Это выйдет серия, наверное, уже в июле, пацаны. Это капец. Колёсные диски. 123 тысяч. Офигеть. Ладно, давайте попытаемся что-то найти. А если не найдём, то оставим в эти. Короче, пацаны, единственные диски. Хотя, не, не единственные. Есть здесь, короче, сик, вот эти. Где они, не эти. Вот по типу вот этих, вот этих мне понравились. А потом ещё мне понравились, капец, как зерки. Они, мне кажется, вот чисто по моему вкусу лучше всего сюда подходят. Добавить заказ на ряд. Я не понимаю, почему здесь колёсные диски. Ну, они как будто хром с цветом. Не, чёрный цвет колёс. 129 тысяч ещё ушло. И в итоге, сколько нам он уже вышел? 9, 200, 9, 700, 9, 800, 9, 900. Ну, короче, пацаны. Хи-хи. Мы 10 тысяч нам. Ой, 10 тысячи. 10 тысяч. 10 лямов он нам встал. Называется просто. Стэвен зашёл, как бы, поиграть на рейджи, покататься на тачке. Возможно, записать что-то из серии. Да, и купил GTR за 10 лямов. Ну, это того стоит. Диски прикольные, но были бы ещё здесь волки. Именно. Здесь волки есть, но не такие, как именно на GTR. Было бы лучше всего. Но GTR пушка. Кстати, а чё по выхлопу? Кстати, разгоняется он максимально уверенно. 10 литров сейчас поедем. Зальём, кстати, наверх. А, да, только его заносит, я так понимаю. Давай попробуем съехать. Короче, едем сейчас, заправимся на мою любимую заправочку. Вот здесь, сюда, направо. Обожаю, как текстуры прогружаются. А потом ещё пацаны говорят. Ты нас обманываешь. У тебя мощный компьютер. Ты жулик. Ой, короче. Заправляем его. Разницы в топливе уже нету, нету. До полного. 23 тысячи ещё ушло. 12 тысяч километров пробег. 13, почти. 75 литров в бак. Сейчас вам покажу. 2 F3, кстати, посмотрим, какой у него идишник. 35 863. Я думал, это один из старых GTR-ов. Не знаю, почему-то. Оказывается, из новых. Короче, здесь флловый стейдж. FT-тачка. Вот вам трансмиссия. Вот вам тормозная система. Вот. Колёсные тяги. Вот. И подвеска. Таёмая. Таёмая. Подвеска. Вот. Если у вас есть GTR, либо ещё какая-то тачка, можете, в принципе, этот чип юзать. Возможно, вам понравится. А перед тем, как затестим, давайте откроем вот это всё. Ооо. Ой-ой-ой. А ну подожди. Салон. А салон это потом. Ещё двери открыты, он сигнализирует. Ремни выехали? Это мне показалось. Нет, это мне показалось. Если ещё здесь ремни выезжали, я бы офигел. А багажник, ну, маленький. Да, такой прорисованный. Вот. Спереди что здесь есть? Смотрите, какой максимально хромовый движок. Он ещё дёргается, капец. Чего, блядь? Пальцы прищемило только что неплохо. Спидометр, тахометр. Вот это всё работает. Инспектор, инжектор, эксперт. Я как там? Кстати, давайте перевернёмся. Посмотрим выхлоп. Фары, блин, тонированные. Ну, это бред. Не смотрится нифига. Короче. Раздуваем. И погнали. Уверенный старт. 200 уже. 280. 310. Ага. Получается, у него 310 километров максимальная скорость. Так, давайте добавим информативности немного в мой ролик. Эта тачка стоит 7,5 салона. Я взял за 9. Стоимость продажи в порт. Ой, говорю в порт. Какой в порт? Стоимость продажи в металлом 5600. И стоимость в ФТ сюда прям 659. Короче, всем пацанам, кто стоит именно здесь. Большой привет. Часто приор двигает. Сколько приор просто? 5 штук. По гетто. Вы где-то видели, чтобы в Лос-Анджелесе просто в даундауне ездило 5 тонированных приор? Я тоже не видел. За это лайк. Серия про ГТР, а мы на приорах катаемся по Лос-Анджелесу. Заебись. В принципе, пацаны, на этом все. Вот так у нас ГТР вышел в 10 миллионов и копейка. Вот. Теперь я буду пытаться продать копейку на номере MMR44477. Наверное, когда этот видос выйдет, я уже ее продам. Ну, лямов за 3-4 попытаюсь ее слить, но 4 влядь, но если ляма 3 предложат, это будет просто идеал. Продаем, короче, копейку с номером MMR4477 на 3 ляма. В принципе, я готов. Благодарю. 3 ляма. ГТР нам вышел в 10, то есть мне ГТР вышел в 7. ГТР вышел максимально охрененный, максимально просто. ГТР-мешты лично для меня. Вот, не знаю. Можете написать, конечно, в комментариях, там, сток, либо Нисмо. Вот, или Рокетбан. Не, Рокетбан это я вообще капец. Вот. Но вот Нисмо, белый Нисмо, мне кажется, лучше вообще ничего нет. А А00977, все как всегда, продолжаем собирать коллекцию, вот. Поставьте лайкос обязательно, помогите продвинуть этот ролик в топ, ведь я очень стараюсь. Также подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные ролики. Ставьте колокольчик, чтобы всегда смотреть их первыми и никогда не пропускать. У нас с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока-пока.